Я думаю, вам, как и мне, интересно изучать историю своей страны. Особенно это касается развития автомобильной отрасли. Самовосстановление нового союзного государства, пришедшие к власти большевики, начали задумываться о том, что без серьезной промышленности им страну из разрухи не поднять. А какая промышленность без грузового транспорта? Молодому государству были необходимы грузовики в огромных количествах. Покупать их у соседей не выход, тем более, что соседи все как на подбор, не очень желали нам добра. Вот и начали строить автомобильные заводы. Одним из первых стал знаменитый завод имени Лихачева. Датой создания авторемонтного завода числится 1919 год, хотя на самом деле произошло это несколько ранее, и вырос он из предприятия, заложенного в 1916 году. Но мы его знаем именно по советскому периоду и под названием ЗИЛ. Знаковым для завода стал 1963 год. Именно тогда на свет появился знаменитый ЗИЛ-130. Эту легендарную модель выпускали без малого 50 лет. Но не только грузовиками был славен завод. Выпускали на предприятии легендарные легковые автомобили представительского класса. Но успех 130-го ЗИЛа сыграл с заводом злую шутку. К началу 80-х модель уже морально устарела, а подходящей замены не было. Была, правда, надежда на ЗИЛ-170, который мог стать основой для целой серии грузовиков. Но, как вы, наверное, помните, эту модель пришлось отдать только что появившемуся Камскому автозаводу. Кстати, КАМАЗ и ныне здравствует. Развал страны очень больно ударил по заводу имени Лихачева. Была надежда на новую разработку под названием ЗИЛ-4331. Но она не оправдалась. Завод с трудом сводил концы с концами, выпуская автомобили мелкими сериями. И протянул таким образом до 2013 года, когда конвейер остановили. Столичные власти посчитали, что территория завода лучше подходит под городской квартал. Агония завода длилась еще три года. Некоторые цеха продолжали работу, но их постепенно закрывали и сносили. В 2016 году завод имени Лихачева стал историей. Мощнейшее предприятие страны советов не смогло справиться с реалиями нового времени. Почему так произошло, я думаю, версий может быть много. Хотя мне почему-то кажется, что решающим фактором казалось все же территориальное расположение предприятия. Впрочем, если бы оно было интересно нынешним властям, его можно было бы не закрывать, а перенести. Своё мнение о произошедшем высказывайте в комментариях под видео.